Вот наша группа. Смотри, какие столики, стульчики. Трехлетний Степа присматривается к новому детскому садику. Особенно ему понравились кровати. Уже выбрал ту, на которой будет спать. Детский сад в поселке Радиоцентр возродили буквально из руин. История у него долгая, и начинается она в 1953 году. За это время здесь воспитали несколько поколений. Я сама ходила в этот детский сад, и мама моя ходила в этот детский сад. А теперь и сынок пойдет. Эти фотографии для Любови Аколевой не просто архив, воспоминания о молодости. Она пришла сюда воспитателем в 19 лет и отдала садику полвека. Правда, тогда он выглядел совсем по-другому. Была одна маленькая группа и отдельно стоящий домик. Там не было отопления, было печное отопление, воду брали из колодца. В 2002-м садик закрылся, здание долгое время пустовало. На его восстановление ушло почти 50 миллионов рублей. Сегодня он может принять 150 детей. Для них и спортзал, музыкальный класс, игровые. Мы занимаемся по программе от рождения до школы. И у нас детки, когда выпускаются в школу, имеют достаточно большое внимание. Благодаря правильно выбранным приоритетам, благодаря поддержке губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, нам удалось только в городе создать около 18 тысяч новых мест в детских садах. Если мы откроем до конца года еще два новых детских сада, то можно сказать, что проблема очередности для этой возрастной категории будет полностью решена. К началу следующего года в России должна быть ликвидирована очередь в детсады для малышей в возрасте с трех до семи лет. В Самаре эта проблема полностью решена в пяти районах города. С начала года в городе создано более двух тысяч мест. Кроме того, ведется проектирование новых дошкольных учреждений. Для них подбираются земельные участки. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Продолжение следует...